Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Сегодняшняя тема «Я тот, который от начала» – продолжение бесед Христа в Иерусалимском храме. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 12 по 30 стихи. Эта беседа Господа Иисуса Христа с иудеями состоялась в Иерусалимском храме на следующий день после его беседы о себе, как о скале, из которой истекает живая вода. Предыдущая беседа была описана в 7 главе. Эта беседа описана в 8 главе Евангелия от Иоанна после истории о женщине, взятой в прелюбодеяние. Предыдущая беседа, которая была сказана в предыдущий день, в самый последний день праздника Кущи, начиналось с того, что, как указывает венглист Иоанн, Господь Иисус Христос стоял в так называемом женском дворе Иерусалимского храма, что это такое обсуждалось в той лекции, и он встал и закричал, говоря. То есть начало речи Господа Иисуса Христа привлекло всеобщее внимание. Речь, описанная в 8 главе Евангелия от Иоанна, была произнесена Господом, вероятно, на следующий день, потому что ее отделяет событие женщины, взятой в прелюбодеяние. Однако и эту беседу Иоанн Богослов выделяет особо. Он указывает в стихе 12, в синодальном переводе. Опять говорил Иисус и сказал им. Но когда мы обращаемся к древнегреческому тексту, то звучит следующее. Итак, опять им возвестил Иисус, говоря. В предыдущей беседе закричал, говоря. В этой беседе эта беседа начинается с того, что возвестил, говоря. Используется для указания на начало этой беседы греческий глагол лалео в краткой форме лало. Этимологически этот глагол происходит от ла-ла-ла, детского лепетания. И изначально этим глаголом обозначалась какая-то несвязная речь. Лепетание ребенка. Но постепенно этот же глагол стал указывать на щебетание птичек, на какие-то красивые мелодии. Затем на исполнение музыкальных мелодий в публичном пространстве. И, наконец, стал указывать на возвещение чего-то очень важного среди людей на публике. Здесь, конечно же, глагол используется в этом последнем значении. И на протяжении беседы евангелист Иоанн Богослов будет неоднократно использовать именно этот греческий термин. Подчеркиваю, что Христос говорит нечто очень важное иудеям, находясь все там же в женском дворе, который иначе назывался сокровищница Иерусалимского храма. И так опять им сказал Иисус, возвестил Иисус, говоря, «Я есмь свет миру». И вот здесь в Евангелии от Иоанна появляется очень важное для этого Евангелия выражение «эго и ми» – «я есмь». Важно оно потому, что в греческом переводе 70, в Септуагинте, именно этим выражением переведен 39 стих 32 главы Второзакония. «Видите, видите, это я есмь, я, и нету других богов, кроме меня». Поэтому, конечно же, выражение «я есмь», когда оно звучало из уст Господа Иисуса Христа, отсылало евреев к данному стиху из Второзакония. Но тот стих из Второзакония – «Господь Ветхого Завета, Ягве, Бог Израильский, относил к себе». Поэтому, когда Христос говорит «я есмь», конечно же, эти слова должны были указывать, что он имеет такое же достоинство, не ниже достоинства, чем Бог Ветхого Завета, которого, как он сам скажет, иудеи называют своим Богом, а он называет своим Отцом. «Я есмь – свет миру». И хотя праздник Куща уже закончился, но Господь и сегодня, как и в предыдущей беседе, берет образы для того, чтобы рассказать о себе из того периода, когда евреи ходили по пустыне. В прошлый раз Христос указывает на себя, используя образ скалы, которая источила животворящую воду, живую воду. Сегодня же он берет образ огненного столба. Помните, когда евреи выходили из Египта, перед ними днем шел столб облачный, а ночью шел столб огненный. Этот столб не только показывал им, куда идти, но ночью, когда ничего не видно, этот столб еще освещал дорогу. Кроме этого символа, кроме этого образа, взятого в соответствии с тематикой праздника Кущей, конечно же, Господь, когда говорит о себе как о свете и миру, имеет в виду нечто большее. Потому что это сейчас у нас с вами все хорошо освещено в городах. Мы вечером выходим, даже в темном промозглом Петербурге, хорошо освещены улицы, ездят автомобили, освещают дороги фарами. У нас есть теперь не просто карманные фонарики, в мобильных телефонах встроены светодиодные, яркие, мощные фонарики. Если мы не хотим, мы никогда не остаемся без света. Мы везде можем себе подсветить. А значит, нет такой опасности, которая была у людей в древнем мире. Потому что если ты поздней ночью или поздним вечером или ночью оказался где-то в темном месте, то, во-первых, есть опасность, что ты споткнешься, упадешь, разобьешься, сломаешь себе ногу. А есть еще опасность, что в темном месте могут напасть хищные звери, могут напасть недоброжелатели, разбойники. Поэтому темное место – это, безусловно, символ опасности для жизни человека. И как только появляется свет, он прогоняет эту опасность, и он освещает, указует путь. Человек не только может продолжить движение, но и при этом может двигаться в нужном направлении. И вот Господь Иисус Христос возвещает в Иерусалимском храме и говорит, указывая на себя тем выражением, которым во второзаконии Бог Ветхого Завета Ягве указывал на себя. «Я есмь, я есмь – свет миру, тот, который освещает людям их жизненный путь, который прогоняет все страшное, все неприятное, все опасное». И дальше Христос говорит, все тот же 12 стих 8 главы. «Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Именно последняя фраза подчеркивает, что речь не идет о каком-то техническом освещении, о каких-то Юпитерах, светодиодах и так далее. Но поскольку Господь говорит «свет жизни», и там используется в Евангелии от Иоанна в греческом тексте слово «зои». А мы с вами помним, что в греческом языке два синонима для указания на жизнь. «Виос», то есть жизнь биологическая, физиологическая, всякие кошечки, собачки, букашечки, животные, растения и так далее. И «зои», отсюда имя «зоя». «Зои» — это высокоорганизованная жизнь, нравственная жизнь, жизнь высшего порядка, жизнь людей, жизнь духа. И поэтому Христос говорит, не только не будет этот человек, следующий за мной, ходить во тьме, то есть не будет опасности споткнуться, упасть, заблудиться, пойти не туда, то есть потратить силы не на то, но будет иметь свет жизни, а именно жизни духовной, сможет развиваться, сможет двигаться и к Богу, и на том пути, который он избрал, он будет успешен. Похоже, эти слова Господа Иисуса Христа звучали очень убедительно. Поэтому фарисеи, которые были его Христа оппонентами, сразу не находят, что возразить по существу. Они пытаются найти некую формальную уловку. Как мы с вами иногда, если нам приходится общаться с чиновниками, с каким-то министерством, причем неважно в какой стране, это может быть и Россия, и Соединенные Штаты Америки, еще какая-то страна, чиновники одинаковые везде. Если мы запрашиваем что-то, а чиновник не хочет, он найдет всегда формальный повод. Чиновник скажет, вот там у вас галочка не проставлена, вот здесь вот не заполнена та или иная клеточка в анкете и так далее. И вот такой же формальный подход пытаются использовать оппоненты Господа Иисуса Христа. 13 стих. Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинное. Говорят так, намекая на то, что во второзаконе и вообще в законе Моисеева, если решается какое-то важное дело, то должны быть призваны двое или трое свидетелей. Без свидетелей дело не может быть подтверждено на суде. И поэтому они хотят сказать, но это ты сам о себе говоришь, поэтому твои слова ничтожны. Как же отвечает Господь? 14 стих. Иисус сказал им в ответ, Спустя несколько секунд Христос объяснит, почему его свидетельство истинно, а пока что заявив, что оно истинно, он указывает, вы думали, что я пришел из Галилеи, имея в виду предыдущую беседу, но я ведь на самом деле родился в Вифлееме, как это и соответствует пророчествам Ветхого Завета о рождении Мессии Машеха. Вы даже не знаете, где я родился, вы не знаете, откуда я иду, вы думаете, из Галилеи, но я и не из Вифлеема, и не из Галилеи, потому что я сошел с небес, и я знаю, куда я иду, а именно взойду на небеса, вы не знаете ни первого, ни второго. Почему же они не знают? 15 стих. Вы судите по плоти. И здесь, конечно, выражение судите по плоти необходимо понимать в двух смыслах, которые не исключают друг друга, а взаимно друг друга дополняют. Первый смысл. Они видят в Иисусе всего лишь человека, даже не Машеха. Они его все время испытывают, хотят спровоцировать, чтобы он сам о себе сказал, я ваш Машех, я ваш Мессия, и тогда они скажут, но наш Мессия должен быть другой. Поэтому Христос не говорит прямо о себе, что я Мессия. Он использует вот это замечательное выражение из второзакония, я есть. Однако, они его на это провоцируют, но сами не верят, что он Мессия. Поэтому видят в нем обычного человека. Он же пытается возвысить их мысль до того, что он не только Мессия, а лучше сказать, он Мессия. Но не так, как они думают о Мессии, потому что они-то думают, что Мессия это политический лидер, царь, который будет господствовать над всем миром и доставит господство евреям. А он их воздвигает до мысли, что я есть воплотившийся Бог. Вы видите во мне только человеческую сторону. А помните, Иоанн Богослов, когда в прологе говорит о воплощении Сына Божия, говорит «ке о логос саркс эгенету». Слово стало плотью, используют термин «саркс». И вот здесь тот же самый термин. Христос говорит фарисеям «вы судите по плоти, вы видите во мне только человека, но я больше, чем человек, я еще и Сын Божий, воплотившийся Бог». Другое значение «вы судите по плоти» таково, когда в еврейской среде употреблялась эта фраза «что-то делать по плоти». Эта фраза имела оттенок «делать что-то греховно», поэтому у апостола Павла плотская жизнь – это греховная жизнь. Поэтому второй смысл, дополняющий первый, «потому-то фарисеи и не видят в Иисусе Сына Божия равного Отцу, что судят о нем греховно». Предвзято судят по своей собственной плоти в соответствии со своими собственными представлениями и грехами. «Вы судите по плоти, я не сужу никого», потому что сейчас Христос пришел для того, чтобы себя отдать за жизнь мира, и еще не настал тот момент, когда будет всеобщий суд. И здесь, конечно же, мы с вами должны помнить, что греческий глагол «крено», который у нас переводится как «судить», означает прежде всего различать, рассуждать, разбирать, и получается, что на суде вначале нужно разобрать какое-то дело, чтобы потом вынести приговор. У нас же термин «суд», как правило, мыслится как некий приговор. Поэтому Христос говорит, но если я рассуждаю, различаю, то это мое различение, рассуждение истинно, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. И вот теперь он объясняет, почему его свидетельство истинно, 17 стих. «А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно». Кто же эти двое? Что это за две личности? 18 стих. «Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Получается, что Господь тем самым возвращает евреям их претензию и говорит, «Посмотрите, вы хотели формальное обоснование, у меня есть такое формальное обоснование для вас». 19 стих. «Тогда сказали ему, где твой Отец?» Экзегеты считают, что в этой фразе фарисеев уже содержится насмешка, причем насмешка нехорошая. Они поняли, что он говорит об отце, о Боге, но они не считают, что Бог является его отцом, они считают его обычным человеком, тем, против кого нужно противодействовать, потому что он вводит в заблуждение народ. И поэтому они говорят, где же твой Отец, физический Отец, давно уже умер, а тот, кого ты себе называешь отцом, где он? Покажи его, пусть он тоже свидетельствует о тебе. И, конечно, вот в этих словах мы видим, что насмешка уже на грани богохульства. Иисус отвечал, тот же 19 стих. «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца моего». Интересно, что здесь используется греческий глагол, который у нас переведен «знать». Глагол «идо» означает «видеть и ведать», то есть непосредственное, прямое знание. Как человек, очевидец в неких событиях, он скажет «да, я это увидел, поэтому я точно знаю, я свидетель». И вот Христос здесь говорит именно о таком непосредственном знании. О ведении, как видении. «Вы не ведаете ни Меня, ни Отца моего». Если бы знали Отца моего, если бы ведали Отца моего, то вы бы, соответственно, знали и Меня, и наоборот. Что имеется в виду? Вот это вот «видение Бога» или «видение Бога», понятно, не телесными, не плотскими очами, это указание на живую религиозную жизнь, когда человек обращается к Богу и слышит ответ Божий в сердце. Но иудеев, у фарисеев было не так. Они закостенели в сердце. У них были формальные отношения ко всему, в том числе и к Богу. Да, внешнее исполнение заповедей, но при этом не было в душе религиозной искорки. И поэтому Христос говорит «поэтому-то вы не ведаете ни Отца, и не ведаете Меня». 20 стих. Почему здесь об этом говорит Иоанн Богослов? Ну, во-первых, указывает место, где возвещал истину Христос. И мы обсуждали, что это была очень удобная площадка, вмещавшая до 6 тысяч человек, площадка, где было очень удобно проповедовать. С одной стороны. Но с другой стороны, нарастало возмущение оппонентов Господа. И поэтому Иоанн Богослов указывает «но никто не взял его, хотя уже многие этого хотят, потому что не пришел его час». Конечно, здесь греческий термин «ора» – час. Это не час в современном техническом смысле 60 минут. «ора» – это какой-то период времени, когда что-то важное, ответственное происходит. Здесь, безусловно, это указание на крестные страдания, на жертву и на смерть Господа Иисуса Христа. Почему это так? Это видно из следующего 21 стиха. Господь, видя противодействие фарисеев, мыслью обращается к тому, что его деятельность в Палестине среди еврейского народа закончится распятием. Поэтому он начинает далее говорить именно об этом событии, когда он будет распят. Но он постепенно подводит иудеев для того, чтобы хотя бы некоторые из них уверовали, и вначале говорит образно «я ухожу, и вы будете искать меня». То есть «я умру, буду распят, воскресну, вознесусь на небеса». А вы, как думали обо мне, как о простом человеке, так и по-прежнему будете думать и говорить, куда он делся. Наверное, ученики украли его тело, как мы читаем с вами наветы фарисеев в Евангелии от Матфея. «И умрете во грехе вашем? Умрете, потому что только через мою крестную жертву вы можете получить, веруя в меня, прощение грехов от Бога. Но раз вы в меня не веруете, то даже мое распятие, мои окрестные жертвы вам лично ничего не дадут, именно вам, только верующим в меня. Куда я иду, туда вы не можете прийти, ибо я вознесусь на небо, но вы туда не можете быть вознесены, потому что вы во грехах. Вы недостойны обитать там, где обитает небесный Отец». В послании Колосиным святой апостол Павел в третьей главе скажет у нас, у христианок, «Вы совоскрешены со Христом, поэтому ищите того, что наверху, там, где Христос сидит по праву руку Отца. Размышляйте о том, что наверху, о горнем». Поэтому, конечно же, вот эти вот слова апостола Павла прекрасно истолковывают данный стих Евангелия от Иоанна. 22 стих. «Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти?» Это тоже ехидство. Это тоже попытка посмеяться над Христом. «Только что они смелись над ним, где твой Отец». В предыдущий день, когда он говорил о себе, они смелись над ним и говорили, «Ну, может быть, он пойдет проповедовать среди эллинов, то есть будет мессий, но не здесь, в Иерусалиме, где его могут признать таковым, а среди иудеев рассеяния, что для нас никакого значения не имеет». А теперь они хотят сказать, «Ну, может быть, он решил покончить с собой, и в таком случае он душой сойдет в Шеол, и там среди мертвецов объявит себя мессией». То есть это насмешка. Конечно, следует иметь в виду, что по представлениям церкви Ветхозаветной, которые представления разделяет и наша христианская церковь, до того момента, как Христос, именно Сын Божий, Христос Машех, Христос Бог, сошел во ад в преисподнюю, в Шеол, в Шеоле в преисподней, существовали все люди, все души, в том числе и души праведников. И именно то, что Христос сошел в преисподнюю, то, что он разрушил вереевичные, вот эти вот врата ада, врата преисподней, он воскрес, потому что он Бог, и вместе с ним воскресли и праведники. Но это произошло, потому что он истинный Сын Божий, истинный Бог, истинный Мессия. Евреи же пытаются насмехаться и говорить, ну-ну, обей себя и иди, проповедуй среди мертвецов, там у них будь Мессией. Конечно, они не имеют в виду, что Христос разрушит вот эти вот вечные ворота ада. Что же отвечает Господь? 23 стих. Он сказал им, «Вы от нижних, я от вышних». И вот это очень интересная фраза Господа, потому что они-то считают себя выше, чем он. Ты пойдешь в преисподнюю, в Шеол, а мы здесь на земле. Но он сошел с неба. И когда он говорит, я от высших, он имеет в виду, я с небес. Вы от нижних, вы здесь на земле. Но поскольку они его воспринимают не как сошедшего с небес, а как простого человека, то они иначе понимают эту фразу, что он земной, это они пойдут туда, в Шеол, куда они его пытаются отправить. Вы от мира сего, я не от сего мира. И вот этой второй частью фразы Господь проясняет. «Мир сей» – это выражение, которое использует Христос и очень активно использует Иоанн Богослов в своих произведениях. «Мир сей» – указание на людей в падшем греховном состоянии. На то множество людей, которые, закостенев в своих грехах, сопротивляются и Богу, и посланному им Господу Иисусу Христу. И вот как раз фарисии от мира сего. А он не от мира сего, он иной. Он от вышних. Он пришел этот мир спасти, исправить, но не вписаться, не подчиниться, не потакать греховности этого мира. 24 стих. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я есмь, то умрете во грехах ваших». Имеет в виду, что только через веру в него могут быть прощены грехи. И опять не называет себя словом «машиах», называет себя вот этим замечательным выражением «я есмь». Если не уверуете, что это я есмь, то в ваших грехах и умрете. 25 стих. «Тогда сказали ему, кто же ты?» Уже напрямую спрашивают. Ждут, что он ответит «я мессия Христос», и тогда не обвинят его в том, что «но ты же не политический лидер, ты даже не сверх власть Рима, где твое войско, где твоя власть, где твое мирское могущество». Поэтому спрашивают «кто же ты?» На этот прямой вопрос Господь Иисус Христос не отвечает прямо, а отвечает очень возвышенно. Сказал им Иисус, следуем сейчас греческому тексту, «Тот, который от начала, что и возвещаю вам». В русском синодальном переводе немножко не точно. Иисус сказал им, «От начала сущей, как и говорю вам». Конечно, хотелось бы понимать в этом смысле, и оно так и есть, что Христос говорит о себе, как о сущем от начала. Однако термин «сущий» хорошо нам знаком по переводу на греческий язык книги «Исхода», 3 глава, 14 стих, где имя Божие Ягве переведено на греческий язык как «Оон». «О» — определенный артикль, и «он сущий». «Сущий». Здесь же слова «он сущий» нет в греческом тексте Евангелия. Причем, какую бы мы рукописную традицию не взяли, ни в одной из них нет. Здесь именно так. «Тот, который от начала», что и возвещаю вам. Безусловно, это понятно было для евреев, что от начала только Бог. И когда он говорит «я тот, который от начала», это значит, что он не только Мессия, но еще и Сын Божий, равный Отцу. 26 стих. На этом Господь не останавливается. «Многое имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышу от него, то и говорю миру». Христос здесь имеет в виду следующее. «Многое имею о вас возвещать и судить, различать». То есть он мог бы многое сказать об иудеях, но поскольку пославший его истинен, то, что он услышал, то он и говорит, он не может сказать иудеям то, что им приятно. Он говорит то, что есть истина. 27 стих. «Не поняли, что он говорил им об Отце». Видимо, круг тех лиц, которые слушали Господа Иисуса Христа в Иерусалимском храме и оппонировали Ему, несколько менялся, потому что в некоторых ситуациях слушатели понимают, что он говорит об Отце, но здесь не поняли. 28 стих. «И так Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». Конечно же, вот этот вот термин «вознесете» абсолютно был понятен евреям, потому что употреблялся и в отношении преступников, которых поднимали на кресте. «Когда поднимите Меня?» Ну, у нас сейчас другая эпоха и другие символы. Мы с вами знаем, что бывает, когда приговаривают смертной казни, расстреливают и при этом приставляют винтовку к затылку. Если бы кто-то сказал, что мне приставят винтовку к затылку или к колбу, для нас было бы понятно, что этот человек, обреченный на смерть, так же для фарисеев было понятно, когда Христос говорит «вы Меня вознесете», «вы Меня казните», «вы Меня распнете». И вот они на это заявление, то есть все к этому идет, он здесь в Иерусалимском храме так высказывается не для того, чтобы нас дразнить, он понимает, чем это закончится. «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнайте, что это Я Есмь» в греческом тексте. То есть на самом деле, мое распятие будет подтверждением того, что я и есть истинный Бог. «И что ничего не делаю от себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю, вы увидите, что Мои слова не расходятся с делами». 29 стих. «Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Поскольку Отец истинен, Он даже на кресте Меня не оставит одного, хотя вы будете так считать». И поскольку Господь вот так вот говорит о Своей кончине, говорит открыто, ясно, четко, убедительно, ничего не скрывая, то 30 стих, когда Он это говорил, в греческом тексте возвещал, многие уверовали в Него. Уверовали находящиеся там иудеи, в том числе из них некоторые были фарисии, уверовали, потому что увидели честность, истинность и открытость. Но как оказывается, вот эта вот вера, мимолетная первоначальная, если она не основана на внутренних убеждениях, на вероучении, может оказаться очень скоротечной. Это будет видно из продолжения данной беседы Господа в Иерусалимском храме. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.